Здравствуйте! В эфире информационное агентство «Камчатка» и главные новости понедельника, 28 октября. Губернатор Владимир Илюхин встретился с журналистами ведущих СМИ региона. Тема встречи – должность председателя правительства Камчатского края и кандидатура на этот пост. На пресс-конференции побывала Мария Нетребенко. Необходимость разграничения должностей губернатора и председателя правительства Владимир Илюхин объяснил максимально доступно. Если просто это позволит главе региона еще эффективнее работать на федеральных площадках. При этом местные вопросы не останутся без внимания. Решать их можно будет быстрее и эффективнее. Хозяйственные вопросы и вопросы развития экономики требуют более пристального внимания, безусловно, к тому, что это основа. И вот с введением о должности председателя мы аккумулировали все эти вопросы в одних руках. Все, что касается вопросов курирования Министерства финансов, вот это останется за губернатором. Назначение заместителя председателя правительства, министров – это прерогатива губернатора по предложению председателя правительства. Также вопрос, который, конечно же, интересовал представителей медиа-сообщества – кто станет новым главой Елизовского района в случае, если Романа Василевского утвердят в качестве председателя правительства. Я в Елизовском районе не один работаю. У нас работает команда людей, и я периодически куда-то в отпуск ухожу, иногда где-то занимаюсь отдельными вопросами, специально только им деля время. Есть люди, которые профессионально знают свою работу, профессионально их занимаются, и на самом деле то, чего Елизовский район достиг в какой-то сфере – это достижение людей. И там, где мы отстаем, это тоже недостатки людей. Напомним, что решение о согласовании депутатам предстоит принять на сессию уже 29 октября. Перед вступлением нового председателя правительства в должность его кандидатуру должен утвердить губернатор. К другим темам. Теплоход Николай Охромеев доставил в Петропавловск из Приморья очередную грузопассажирскую баржу. На новое судно у региона большие планы. Где будет работать «Камчатка-2» и что перевозить, выясняла Залина Корбанова. На севере полуострова теперь будет две «Камчатки». Такое название носят баржи, которые предназначены для сообщения между селами. Первая уже работает в Алюторском районе, а вторую только доставили в порт Петропавловска-Камчатского. Она пришла на борту сухогруза из Приморья, где строят морской транспорт для нашего региона. У нас есть целая программа, и задачи, которые были поставлены губернатором по развитию морской составляющей, морской транспортной и пассажирской составляющей на Камчатке, она выполняется. Не так все просто, потому что судостроения на Камчатке нет. Мы вынуждены строить за пределами Камчатки. В данной ситуации это Приморский край. Еще два судна подобного типа, тоже грузопассажирские, но тоннажом поменьше, порядка 20 тонн, там же строятся. Мы их получим в ближайшие месяцы. Камчатку-2 уже спустили на воду во Ватчинской бухте, и сейчас баржу оформляют. Дальше в Пенжинский район ее отбуксирует Сосновка. Когда снова откроется навигация, новое судно будет перевозить между Манилами и Каменским различные грузы, включая автомобили. Оно способно взять на борт до 40 тонн. Также есть места для 25 пассажиров. Уникальность этой баржи в том, что она может выполнять работы на необорудованном береге. То есть она может подбирать грузы, соответственно, пассажиров в отсутствие инфраструктуры, береговой инфраструктуры. В Приморье построят и парон для усть Камчатского района. Он придет на смену судну капитан Драбкин, который работает на протоке Озерной уже почти полвека. В Кривой столице прошла восьмая ярмарка социальных инициатив. Кто стал ее участником и какие проекты были представлены, узнавала Александра Радченко. В этот раз на одной площадке врачи, спасатели, волонтеры и даже служебные собаки. Задача каждого на ярмарке максимально доступна – рассказать людям о своем проекте. Мы приглашали всех желающих, кто хочет поучаствовать в нашем фестивале. Откликнулись индивидуальные предприниматели, откликнулись учебные заведения, откликнулись некоммерческие организации, откликнулись просто инициативные люди. У нас не было никакого конкурса. У нас просто все желающие, кто захотел принять участие и внести свой вклад в наше благое дело. Самые популярные участники выставки – канистеропевты. Эти специально обученные и служебные собаки успевают заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья и вести настоящую светскую жизнь. В рамках данного проекта мы занимаемся как именно социальной реабилитацией при помощи вот этих вот специально обученных, отобранных, подготовленных собак, так и просто досуговой деятельностью, что, собственно говоря, вы сегодня здесь видите с детьми различных категорий, ну и просто в детских коллективах, в основном в детских коллективах, потому что вот там это вызывает наибольший интерес. Также мы ездим в различные социальные учреждения, в школы, в интернаты, в дома престарелых. У нас знают, вот этих собак знают вообще многие, и пенсионеры, и дети. Еще один яркий социальный проект – «Центр крылья». Его ученики уверенно колесят по КВЦ на специальных тренажерах. Эти дети с ограниченными возможностями здоровья встали на лыжи и ролики благодаря упорной работе родителей и тренера. Укрепляются мышцы, интерес, у детей радость огромная, они прямо на эйфории, на такой, на хорошей. Соответственно, есть занятия заниматься, вот в этой эйфории укрепляются мышцы, укрепляются, и у нас есть хорошие примеры на сегодняшний день, когда нам ребенка принесли когда-то в начале этого проекта, сейчас ребенок с поддержкой уже ходит. Всего здесь собран 51 проект. На ярмарку приехали и жители отдаленных регионов. О своей деятельности здесь рассказывают приюты для животных, Камчатская организация «Красный крест», Мильковская киностудия «Блик» и многие другие. Ярмарка наша уникальна еще и тем, что к ней приурочен итоговый краевой благотворительный фестиваль «Добрая Камчатка». В рамках этого фестиваля в течение года в разных районах, в разных населенных пунктах прошли акции «Доброе село». Помимо презентации и проектов, на ярмарке работают торговые точки и мастер-классы. Все они ведут сбор пожертвований на благоустройство Петропавловской лыжней здоровья. Собранные средства передадут Федерации лыжных гонок. Эта сумма поможет обустроить трассу для круглогодичного пользования. А мы продолжаем выпуск. Камчатка одной из первых написала географический диктант. Эта масштабная акция, организованная русским географическим обществом, проходит по всему миру уже несколько лет. Насколько были сложными вопросы в этом году в материале Марии Нетребенко. Географический диктант словно модель самой России. Вопросы в нем касаются территории от Чукотки до Калининграда. Отвечают на них и простые пенсионеры, и школьники, и академики наук. Георгий Ероцкий – ученый с большим именем. Геодиктанты пишет каждый год. Причем не всегда на пятерке. Я где-то там близко к отличникам, но не очень образованный. Хотя я считал, что я неплохо знаю географию. Так что, как говорится, век живи, век учись. А школьники напротив. Многие хоть и пишут диктант первый раз, но в силах своих уверены больше, чем академики. В нашей школе очень достойный учитель географии, который объясняет нам и материал, и готовит нас к каким-то... И просто даже можно без подготовки что-то написать, и как бы ты всю информацию все равно знаешь. А как зовут учитель географии? Титова Евгения Анатольевна. Впрочем, географический диктант требует знаний немного более обширных, чем дает школьная программа. Хотя на многие вопросы можно ответить, используя лишь логику. В географическом диктанте всего 40 вопросов. Они разделены на две части. В первой 10 заданий, во второй 30. Среди них встречаются и совершенно простые вопросы. Например, назвать самую восточную точку Евразии. Но есть и такие задания, которые заставляют напрячь все географическое мышление. Проверить свои знания каждый год решает все больше и больше людей. Например, в 2015 году, когда на Камчатке геодиктант писали первый раз, работало всего три площадки. А в этом году их уже 38. Причем расположены они не только в Петропавловске, Елизово и Вилючинске. Очень приятно, что самые отдаленные районы – это Пенжинский, это Аянка, это Слаутная – участвуют в этом мероприятии. И Алюторский район, поселок Ачай-Ваян. То есть мы участвуем, мы проверяем свои знания. Результаты геодиктанта станут известны через месяц, когда будут обработаны миллионы бланков с ответами со всего мира. Узнать свою оценку можно будет в интернете. Там же доступна и электронная версия диктанта. И в завершении выпуска в Петропавловске стартовал конкурс «Ученик года». За победу в интеллектуальных и творческих состязаниях борются 13 старшеклассников. С номинантами на высокое звание пообщалась Залина Корбанова. Движение – жизнь. Движение – открытие. И останется след от твоего развития. Вот так, с волнением, но искренне и необычно рассказывают о себе старшеклассники во время творческой презентации на тему «Оставь свой след». Это первое испытание конкурса «Ученик года». Здравствуйте, уважаемые зрители! Ребята будут участвовать в творческих презентациях, мастер-классах, в краеведческом конкурсе. То есть фактически будут, покажут и поделятся формулой своего успеха. Районы Камчатского края, а также Вилючинск и Петропавловск представляют 13 человек. Очередность их выступлений определила жеребьевка. И, конечно, сложнее всего пришлось тем, кто вытянул первые номера. Их соперники получили больше времени, чтобы собраться с мыслями. Я буду смотреть, как выступают другие участники, подмечать все нюансы и готовиться к своему выступлению. Елизавета надеется, что это поможет ей чувствовать себя уверенно во время презентации. Ведь болельщиков среди зрителей у девушки мало. Всего три человека – и ее наставник, и одноклассники. Ехать из ЭСА все же далеко. Если каждого поддерживать большую группу, особенно Петропавловск и Елизавета, то у нас три человека, мы сможем что-нибудь подключать по радио, будем стараться максимально. В течение конкурсных дней школьники примут участие в мастер-классе «Театр и литература» и в дискуссии с сотрудниками регионального министерства образования. Также подростки ответят на краеведческие вопросы и покажут, как выполнили домашнее задание на тему «Моя роль в этом мире». В этом году в состав жюри вошел ровесник конкурсантов, который уже проходил подобные испытания. Ученик года – удивительный конкурс, который открывает таланты людей. И уровень подготовки участников растет с каждым годом. Лично я очень скучаю по атмосфере этого конкурса, по выступлениям, репетициям, этим бессонным ночам. И таких ярких эмоций и впечатлений я не испытывал еще никогда в своей жизни. Награждение лучших старшеклассников состоится 1 ноября. Победитель отправится на межрегиональный конкурс «Ученик года».